Согласно статистике, чужому влиянию особо подвержены люди в возрасте от 14 до 22 лет. Именно в этот период жизни они находятся в поиске себя. Чтобы не оступиться и не попасть под негативное влияние, настоятель прихода посоветовал ребятам изучать традиционные религии. Когда ты не знаешь основы своей веры, не знаешь своей традиции, вот тогда могут сделать подмену. На основании даже священного писания, например, Библии, Корана, то есть могут подмену сделать. И если у тебя фундамента нет, основы своей веры не знаешь, то, соответственно, тебя могут легко увести. Вот я думаю, надо ценить свое, узнавать, ну и держать. Также гость встречи отметил, что этому влиянию подвержены одинокие люди. Это происходит потому, что как раз набирают людей, которые одиночки, больше ни с кем не общаются. То есть экстремисты, террористы, они все могут их подверговать, стать их друзьями типа, могут с ними, не знаю, стать близкими, чтобы те им верили. И на самом деле очень много сейчас подростков, которые нигде не сидят, сидят дома, ни с кем не общаются. И как раз их на самом деле легко подверговать. Что дает человеку вера, можно ли стать лучше, и что является главной ценностью жизни, такие вопросы звучали из зала. Поговорили о значении каждого совершаемого нами поступка. А можете дать совет, как самому научиться думать и поступать правильно? Вот как верующий человек я что могу сказать? Читать Священное Писание, думаешь, и ты начинаешь думать, анализировать ту же Библию, когда ты читаешь, там сколько тоже жизненных моментов. Сегодня важно сохранять мир и единство между народами, отметил настоятель Прихода. Старшеклассники уверены, что любовь к своим ближним прежде всего воспитывается в семье. Я думаю, что это прежде всего закладывается в семье. Если родители изначально говорят детям, что все мы люди, все мы равны, у каждого есть свои права и возможность выбрать веру, и впоследствии дети это усваивают, взрослеют, и проблем никаких нет. Что есть добро и зло, что такое совесть, и какую роль она играет в жизни каждого человека, об этом нефтьюганские школьники узнали на классной встрече. Алина Морозова, Рамазан Бурниев, телерадиокомпания «Юганск». Рот наломаешь.